ребятки всем привет меня до сих пор зовут тарас и сегодня мы снова с вами встречаемся на канале агромол чтобы готовить всякие пушечные блюда и сегодня на очереди у нас будет запеченная цветная капуста сырном соусе с бешамельчиком там пам 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 выглядит эта вся история вот так вот капуста звучано классично мы уже с миллион на раз с вами готовили бешамель нам необходимо будет мука сливочное масло молоко это основное соль сахар мускатный орех поскольку мне нужно уже вас чем-то заинтересовать и разнообразить этот бешамель мы будем сегодня делать сырный бешамель здесь еще есть сулугуни и все вообще минимум ингредиентов поэтому можно начинать тем временем форма для запекания в которой вся эта история будет запекаться у меня сегодня вот такая вы можете печь как обычно в любой любой жаропрочной жаростойкой так здесь у нас закипает водится сейчас расскажу зачем она нужна чтобы вот эту капусты ну мы очистили а чтобы полностью очистить вода должна быть свеченая нашу капусту мы очистили теперь мы делим ее на соцветия размер соцветия на которые вы будете делить зависеть только от размеров вашей ротовой полости сегодня вот это кстати история будет фактически вегетарианская здесь не будет мяса не будет рыбы не будет беконов пока я вот это все пачкаю доску все мне разлетается в капусты не все в духовке у нас уже 220 250 градусов надо чтобы так быстро классно все прогрел и чтобы потом тянулись сыры и так далее и так воду я обязательно подсаливаю можно конечно капуста не приваривать перед запеканием но тогда это будет дольше когда приваришь будет быстрее каждую вот такую свою соцветия я разрежу так все погнали вода у нас практически кипит все пускай плавает я думаю минут за восемь она чуть-чуть размягчится но не в разварим его в хлам она должна быть немножко хрустящая потому что когда дойдет до готовности уже во время запекания в духовке я думаю что вы уже самостоятельно можете мне диктовать как делать бешамиль поэтому под вашу диктовочку я начинаю его делать скорее всего кто-то из вас комментария первым делом тарас насыпь муки окей насыплю муки кстати классно цветную капусту вот если мало ли кто-то из вас делает суп из цветной капусты кому интересно пишите в комментариях и мы сделаем суп из цветной капусты потом сырой цветной капустой на терочке натирать как сыром это классно там разность текстур будет вам вам такое поэтому интересно пишите разогреваем сковородочку сюда улетает элита убит муки немножечко муки я перевожу сразу чтобы увеличить нашу аудиторию с вами и традиционно обжариваем до появления коричневого цвета и орехового аромата обжаривать обязательно чтобы не было привкуса сырой муки вот это движущаяся как у нас есть такое слово оливки вот чтобы не было оливков соотношение муки и сливочное масло один к одному запахи уже такие как будто я проснулся в ореховой роще очень пахнет орехом не стесняйтесь помешивать особенно у тех у кого плиты индукционные или электро часто они с одной стороны классно по радиусу плохо греют а в центре хорошо поэтому помешивайте чаще сливочное масло сюда погнала желтое желтое опять же сливочное масло старайтесь брать 82 с половиной чтобы наши не оборадовалась теперь мне наша силиконовая лопатка не понадобится понадобится венчик маслица растаяло и теперь добавляем по чуть-чуть молоко не все сразу венчиком активно перемешиваем чтобы комочки нас испарились исчезли ты посмотри как быстро густеет еще чуть-чуть сейчас холодного молока нахлобучили ждем пока нагреется чтобы он чуть-чуть еще загустел пока он густеет по поводу сыров виде у нас сегодня два вида сыра один яркий насыщенный ароматный на любителя скажем так но с помощью него мы совсем капельку добавим это дурблю на самом деле неправильно говорить я пошел дурблю это там один сыр а сыр с зеленый или синеплесневый их миллион так вот нам или зеленый или синий тут неважно но нам главное чтобы он был ароматный а это довольно таки ароматный поэтому мы с помощью него усилим сырный вкус вот этого который не обладает ярким насыщенным запахом вкусом но он круто тянется тут с два кента который выполняют две разных функций имеет яркий сырный вкус но не тянется и не имеет сырного вкуса яркого но классно тянется поэтому не будут друг друга дополнять огонь уже можно уменьшить если вы на огне готовите то дрова чуть-чуть при тушите как в инстаграме показывается обвязкой соусов так и проводишь эту медленно затягивается такой сейчас он медленно затягивается но когда он остынет он загустеет сильно поэтому можно чуть-чуть добавить буквально 50-30 миллилитров молочка пока вся эта история у нас греется мы можем уже сюда нахлобучить сыр не надо резать ничего взяли кончик отломали как стекло или как шоколад в руке я не знаю чего там ломаете в руке я ломал стекло по соли сейчас надо быть осторожны потому что сыр соленый поэтому соли надо доставить но часть 7 чуть-чуть и little bit not too much совсем немножечко не превращайте еще раз для вас перевожу мускатный орех я традиционно пользуюсь целенькими если вы нету можете порошочков тему уже с огня снять хоть сыр у меня до конца не расплавился но еще вот эта субстанция до сих пор горячая и даже без нагрева сыр продолжаю здесь плавится хорошо хорошо перемешайте чтобы не было комочков муки вот эту историю пока в сторонку теперь очередь сулугуни и еще раз напомню уже миллион раз показывал не вот этими конвульсивными движениями а сверху вниз в одну сторону мы натрем сыр ладно половинки пока достаточно там посмотрим капуста уже подварилась она на там булькает подкипает форма наша вот здесь не надо ничем сейчас смазывать ее нас там липнуть к нечему берем шумовку шумовка это ложка с дырками для тех кто мало ли первый раз смотрит как готовить еду выкидываем прям вот в нашу форму для запекания равномерника распределили вода уже кипящая нам не нужно убираем в сторонку настала очередь бешамельчика сейчас мы видишь только постоял он опять загустел пока он снова растопится у нас мы берем сыр и постараемся запихнуть его прям между всеми нашими и вниз и посрединке и вверху чтобы было снова под нагрели соус и заливаем соусом нашим сыр на дурблюшным все наши капустную сырную смеси ну и безусловно не вижу причин не добавить сыра сверху поскольку капуста у нас полу готовая то соответственно она недолго будет готовиться в духовке 15-20 минут 250 градусов 220 250 и будем уже проверять прошло 20 минут на максимально допустимых температурах в нашей духовке и теперь давай посмотрим что тут произошло корочка сыр прям вообще можно попробовать ножом если не уверен кстати готовы или нет обязательно берешь это просто прокалываешь если нож классно плавно входит то скорее всего нас там все готово вот эту историю можно как основное блюдо так и гарнир мясо птицы и рыбе с рисом тоже наверно великолепно будет все теперь осталось только чем-нибудь задекорировать зелененьких штук каких-нибудь зеленью прикусите и так далее в общем наша сырная капуста с вами готова уверен как всегда у вас все получится ешьте и готовьте с удовольствием конечно с компания громол всем пока